Долгожданное продолжение книги Александра Артамонова. «Без права на возвращение. Дорога домой». Приобретайте во всех магазинах страны. Дело в том, что высокочастотная радиосвязь, в частности, радиоререйная связь, у которой игольчатая диаграмма направленности, она тоже защищена от рыб. Потому что антенна одна, антенна другая, идёт сигнал от одной до другой, и чтобы попасть и подавить одну из этих антенн, нужно оказаться в луче. То же самое и с лазером. Если луч лазера работает от одного источника к другому, приёмное источнение, то для того, чтобы подавить этот сигнал, нужно оказаться вблизи диаграммы направленности. Вот в этом и состоит его помеха защищённости. Но на этом, собственно говоря, защищённость и заканчивается. Потому что возникновение дымки, облаков, ведёт к тому, что возможности лазерной связи резко снижаются. Причём даже если вы пробили этот пучок лазерным лучом и добились того, чтобы там сквозь эту дымку сигнал дошёл до приёмника за счёт мощности, то у вас большого производительности не получится. Потому что лазерный луч за счёт переотражений внутри вот этого самого облака размывает импульс. А раз импульс размывается, то если я могу в одну, грубо говоря, единицу времени дать, скажем, 100 импульсов, которые не размыты, и обеспечить там терабайты в секунду, темп производства, передачи информации, то в случае размытия этого импульса вы в единицу времени много не разместите импульсов, потому что они сольются в одну массу, и ничего передано не будет. Значит, вы будете вынуждены снимать, снижать скорость. Так вот, снижение этой скорости может быть в 100 тысяч раз при прохождении этого луча сквозь атмосферу. Поэтому, когда речь идёт о передаче со спутника на Землю, то тут вступают очень важные ограничения лазерного луча, которые не характерны для обычной системы связи. К тому же, надо не забывать, что эта связь должна быть обоюдная. То есть туда и обратно. А если она обоюдная, то я при прохождении этого спутника надо мной могу врезать туда большим мощным сигналом и вывести из строя приёмное устройство. Ну, тем же самым нашим пересветом, например. Мы можем вывести из строя. Наиболее перспективна, конечно же, лазерная связь для связи спутник к спутнику. Там нет никаких препятствий, там безвоздушное пространство, поэтому там лазерный луч – это идеальный для вот этой связи. Связь спутник-наземная станция имеет очень серьёзное ограничение, в первую очередь, по погодным условиям. Ну и, наконец, последнее. В тех случаях, когда радиосигнал на очень высоких частотах сконцентрирован в узком пучке, его тоже подавить очень трудно. С этой точки зрения между радиосигналом и высокочастотным радиосигналом, и лазерным сигналом разница небольшая. Тем более, что радиосигналы есть в миллиметровом диапазоне работающие. Вот они имеют лучшую проходимость через атмосферу, чем лазерный луч. Так что для связи космос-земля лучше высокочастотный радиосигнал, там, скажем, миллиметровый диапазон, нежели лазер. В силу возможности более безопасного, менее метеозависимый вот этот самый канал получается, чем при лазере. Что касается межспутниковой связи, то да, лазер там будет очень приоритетен. Поэтому если рассматривать, где будет применяться эта лазерная связь, это, скорее всего, будет использоваться в системах космической связи, глобальной космической связи, для передачи своих больших объёмов информации, которые будут работать по следующему принципу. С Земли на спутники будет сбрашиваться информация по радиоканалу, пусть даже радиоканалу, в миллиметровом диапазоне в больших объёмах, потом, концентрировавшись на одном спутнике, будет перебрасываться на другой спутник по лазерному лучу, и с этого спутника опять по радиоканалу будет сбрасываться на Землю информация. Вот, примерно, такая система, где есть место вот этому лазеру. Ну, вот, примерно, так я хотел бы сказать. Ну, а что касается РЭП, можно не напрягаться. Да, спутники, которые имеют всенаправленные диаграммы направленности, можно подавить РЭПом. А если это диаграмма направленности игольчатая, его и радиоканалом, с радиоканалом не подавишь. Поэтому для борьбы вот с такими спутниками связи, и не только связи, но и навигации, есть космический вариант, может быть, использован. Космический вариант Алабу. Его еще нет. Но Алабу есть. Но космический вариант Алабу может быть использован. Когда мощным электромагнитным эмбульсом бортовая спутниковая аппаратура будет просто сожжена. Поэтому говорить о РЭПе неактуально. Актуально другое. Что это большой объем возможностей передачи информации. То, что вы смотрите, это ознакомительный фрагмент. Полную версию смотрите на нашем премиум-канале по ссылке в описании. Новым пользователям 7 дней бесплатно.